Воскресенье И когда мы читаем апостола Павла, послание к римлянам, то мы видим, что Павел передает нам идею о том, что у каждого верующего человека должны быть пасхальные события в жизни. То же самое, что произошло с Иисусом Христом. Римлянам, 6 глава, с 3 по 5 стих. Послание к римлянам, 6 глава, с 3. Воскресенье Ибо если мы соединены с Ним, подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресенья. Друзья, только сораспявшись со Христом, мы можем быть соединены с Ним. Только соединены с Ним в Его смерти, мы можем и воскреснуть в Его воскресенье и присоединиться и участвовать в Его жизни во славе. Ты должен, как и Иисус, быть способен отдать на смерть свою жизнь, обремененную грехами. И через это перейти в новую жизнь. Тебе стоит познать, что только через принесение себя в жертву лежит путь к радости, плодоношению и в жизни во славе, друзья. Имеется только одно место, принадлежащее мне и Христу, и это место крест. Крест. Иисусу оно принадлежит силу свободы выбора, а мне принадлежит, потому что я проклят из-за греха. Иисус взошел на крест для того, чтобы принять мое проклятие и мою смерть. Он взошел на крест для того, чтобы найти меня и тебя. И только на кресте я могу найти Его. Скажи аминь. Знаете, когда Иисус заходит на крест, Он остается прежде возлюбленным Богом. Но принимает на Себя мое проклятие и умирает моей смертью. Когда я захожу на крест, то я остаюсь по сути своей проклятым и достойным смерти. Но там, на кресте, соединившись со Христом, я беру Его благословение и воскрешение и вечную жизнь во славе. Каким-то чудесным образом Иисус Христос, крест, сделан местом моего благословения, друзья. Там, на кресте, Он победил смертью смерть. Он вывел нас из рабства греха. И там, на кресте, когда я умерчвляю свою плоть, с ее страстями и похотями, я приобретаю Его жизнь во славе и благословении. Халилюя! Воздайте Ему славу! Вначале, друзья, позор, и только потом воскресение. Вначале погребение, и только потом жизнь во славе. Цель удавления Ему в Его смерти и погребение заключается в том, чтобы Христос воскрес из мертвых славою Отца. Чтобы и мы ходили в качественно обновленной жизни. Ну, знаете, что произошло? Многие дошли до креста, но так и не взошли на крест. Так и не смогли распять свою плоть с ее похотями. Так и не смогли взять свой крест и следовать за Иисусом Христом. Они сегодня все, что могут, только взирать на распятого Христа и провозглашать в свою жизнь благословение. Но у них нет сил, потому что благословение и жизнь во славе приходят именно тогда, когда я умертвляю свою плоть, когда я делаю следующий шаг и перехожу за крест. Потому что Иисус Христос стал дверью на кресте. Он сам о себе потом сказал, «Я есть дверь». И Иоанн потом сказал, вернее, в Евангелии Иоанне, и от Иоанна сам Иисус о себе сказал, «Я есть дверь. Кто войдет мной, тот спасется. Кто войдет и выйдет, пажите найдет». Друзья, секрет заключается в том, что успешная жизнь и пажите лежат по ту сторону креста, по ту сторону твоего распятия, по ту сторону твоей смерти воплоти. Пажите – это то, что нас окормляет и что нас делает сильными, что дает нам силу, что дает нам жить в победоносной жизни. Но прежде всего я должен умертвить себя, умертвить себя в своей плоти с ее похотями, с ее желаниями. Вот что надо сделать сегодня христианину для того, чтобы жить победоносной жизнью, друзья. Только после того, как ты будешь сраспят со Христом, только после этого ты совоскреснешь вместе с Ним. Друзья, воскресение Иисуса – это не просто возвращение Его к жизни земной. Это не просто, как раньше Иисус взял девочку, воскресил, взял Лазаря, воскресил, в Ветхом Завете были воскресения. Это нечто другое. Иисус воскрес в иной уровень жизни, в иной уровень своего тела. Мы видим, что Он мог внезапно появляться в каких-то местах, Он мог проходить сквозь закрытые двери, когда Его ученики спрятались в горнице и праздновали не триумф победы, а триумф поражения. Он предстал перед ними, когда они были за закрытыми дверями. И знаете, что я сегодня говорю? Сегодня мы все говорим, что Иисус стоит и стучит в сердца людей, и только тогда, когда мы откроем, Он войдет. А я говорю, что нет, Иисус может проходить за закрытые двери. Потому что Он воскрес, Он может прийти к человеку, который закрыл свое сердце, и растопить это сердце лучами своей любви и светом своего воскресения, потому что Он Господь. Аллилуйя! И ничто не может Его удержать. Ну, умерли ли мы вместе с Ним? Вы знаете, я анализирую свою жизнь перед этой проповедью увидел, что там, где я не смог умереть, в своей гордыне, в своем тщеславе, в своем эгоизме, в своих правильных, как мне казалось, мыслях, там я проиграл. Это место моего проигрыша. Но там, где я позволил распять себя, когда мне было больно, когда моя плоть пищала, визжала, я вижу сегодня там триумф победы. И я вижу, что там Бог торжествует. Дорогие братья и сестры, мы должны распять свою плоть, мы должны прибить свои руки ко кресту гвоздями, для того, чтобы ничего не делать без воли Божьей. Мы должны прибить свои ноги гвоздями ко кресту, для того, чтобы никуда не ходить без воли Божьей. Мы должны подчинить всю свою волю моему Господу Иисусу Христу, сраспяться вместе с Ним, умереть, претерпевая позор, быть погребенным, и потом воскреснуть во славу моего Господа Иисуса Христа, и вместе с Ним торжествовать. Вы знаете, когда Его похоронили, то первосвященники, садуйкеи и фарисеи, пришли к Пилату и сказали, знаешь, что надо сделать, Пилат? Этот человек, который врал нам, обманщик они его назвали, они Иисуса, почитайте, это Евангелие от Матвея, по-моему, 27 глава, они говорят, этот обманщик, который сказал, что на третий день воскреснет, его надо было бы охранять, потому что придут его последователи, унесут его, и тогда второй обман, он будет намного хуже, чем первый. Иисус своим ученикам говорил, что он воскреснет, он во всеуслышание заявил, что он воскреснет, но никто не поверил этому, даже самые близкие ученики не поверили, а те, кто был дальше, религиозные деятели, те, которые должны были поверить, те, которые ждали Мессию, они сказали, он обманщик, он обманул. Давай выставим стражу, на что Пилат сказал, выставите. Я уверен, что они выставили самую лучшую стражу. Сказано, что они опечатали камень, которым была затворена пещера, в которой находился Иисус Христос. Но знаете, что я скажу, друзья? Ничто не удержало моего спасителя в этой пещере. Ни охрана, ни камень, ни печать не удержали его. Он воскрес, аллилуйя, он вышел и воссел на троне своего отца. И однажды, так же, как он сказал, что придет судить эту землю, он вернется и будет судить. И так же, как и тогда, сегодня многие говорят, обманщик, никуда он не вернется и никого он судить не будет. Друзья, ну я знаю, если мой Господь сказал слово, он не человек, он не отречется от этого слова, и он обязательно его исполнит. Халлилуйя! Посмотрите, что пишет Петр в первом послании Петра в пятой главе в десятом стихе написаны такие слова. Петр обращается к нам и говорит, да, страдания будут продолжаться. Скажи, страдания будут продолжаться. Но сказано, что будут кратковременно. Скажи, но кратковременно. Тогда как слава Христова, в которую мы призваны, будет вечной, друзья. Здесь написано, что никто не прекратит страдания. Они будут, эти страдания, в нашей жизни, после того, как мы уверовали в Иисуса Христа. Но сказано, что эти страдания, они кратковременны. А слава Божья, в которую мы с вами призваны, после воскресения Иисуса Христа, будет продолжаться вечно. И знаете, здесь что еще написано? Что сам Бог, скажи, сам Бог, восстановит все, что повреждено. Скажи, мой Бог восстановит все, что у меня повреждено. Так говорит слово. Бог не обманщик. Он восстановит все, все, что повредил дьявол. Бог восстановит в твоей жизни. Прими это верой. Прими это верой. Прими это верой. Аллилуйя. Дальше говорится, Он утвердит нас в наших путях. Укрепит нас в наших немощах. Если ты сегодня плохо себя чувствуешь, не только физически и духовно, есть Тот, Который тебя укрепляет. Знаешь, что я тебе скажу, друг мой? Ты сетуешь на жизнь и говоришь, что я плохо себя чувствую, у меня все плохо, но я тебе скажу, что было бы гораздо хуже, если бы не было Иисуса Христа в твоей жизни. Поэтому ты находишься сейчас в самом лучшем положении, в котором только мог бы находиться на это время. Но стремись к лучшему. Скажи, я буду стремиться к лучшему. И я достигну этого лучшего. Халлилуйя. И дальше здесь сказано, что сам Бог сделает нас непоколебимыми. Халлилуйя. Скажи, я непоколебим. Для атак дьявола я непоколебим. Халлилуйя. Друзья, ведь Пасха это величайший план победы над злом, который ведет к победе над врагом еще до начала битвы. Еще битва не состоялась, а мы уже победители. Это триумф победы, где Иисус Христос, послушайте, мозг взрывается просто. Я не знаю, когда получил это откровение, у меня мозг взрывается, где Иисус Христос оружием дьявола, а смертью, победил самого дьявола. Смертью смерть попрал. Но это не все. Знаете, что он сделал? Он превратил самый величайший страх, который только есть на земле, страх смерти. Потому что все боятся смерти. Я недавно разговаривал с одним братом из нашей церкви, у них родственник заболел, и они положили его в раковое заболевание. Он говорит, заходишь, это мрак, бежать хочется оттуда, у людей нет огня в глазах, он потух, нет надежды. Потому что врачи сказали приговор. И они просто ждут от этого времени исполнения приговора. Вы знаете, надежда, когда отнимается у человека, человек перестает жить полноценно. Я читал некоторые мемуары людей, которые были приговорены к расстрелу. Они говорят, не сам расстрел страшен, как его ожидание. Каждый клодц не замка, оно в тебе производит такой страх, и ты думаешь, за тобой идут. А там взяли, кого-то вывели, они сидят, и неизвестно, когда их расстреляют. И представьте, люди даже иногда, не дождавшись своего расстрела, умирают. Умирают от этой безнадеги. Вот такое же состояние у людей, которым сказали рак. И когда ты заходишь в больницу, в онкологическое отделение, ты видишь эту безнадегу, как будто сама смерть поселилась там, внутри. И люди боятся не диагноза болезни. Друзья, люди не боятся, если тебе скажут, у тебя насморк, это же тоже болезнь. Ну, насморк, насморк, пойду, снуб куплю, забрызгаю, и все нормально будет. Люди боятся болезни, которые приводят к смерти. На самом деле, они не болезни боятся, они боятся страха смерти. Это самое главное оружие сатаны, которое он удерживал в человечестве. Потому что грех пришел, и мы, поддавшись греху, человечество, поддавшись греху, стало смертными. Смерть пришла во все человечество. Адам согрешил. Знаете, что сделал Иисус? Он пришел, смертью победил того, кто обладал державой смерти, кто главенствовал над смертью. Когда он умер на кресте, дьявол потер руки и сказал, Аллилуйя, все, свершил. Не Аллилуйя, конечно, а может быть и так, я не знаю. А что вы смеете? Бесы тоже трепещут перед Богом, написано. Он сказал, свершилось, все, я победил. Но не тут-то было. Иисус побеждает дьявола, но дальше, друзья, я говорю, это просто взрывает мозг. Он делает смерть причиной нашей свободы. Аллилуйя, аминь. послушайте дальше. Я вам расскажу. Все на земле люди смертны. Есть тут бессмертный Кощей или Кощейха? Нет никого. Все знаем, что мы однажды умрем? Представляете? Те, кто уверовал во Христа, им просто дотянуть до смерти надо. Ну, хотя бы. И когда наступает смерть, она освобождает нас. И мы приходим на небеса, в вечность нашего Бога, и начинаем с Ним Халлилуйя! Армянские танцы устраивать, и есть шашлык. Представляете? Моя свобода неизбежна! Моя победа неизбежна! Только не надо к ней стремиться раньше времени. Поэтому Библия и говорит, смерть, где твое жало? Ад! Где твоя победа? Давайте скажем, смерть, где твое жало? Ад! Где твоя победа? Наш Христос одержал победу на Христе и даровал нам ее Аллилуйя! Друзья, Пасха это великая история любви Бога к своему грешному творению, доказанная его поступком, который выражен в том, что еще до создания мира Агнец был заклан. Пасха наша Христос закланный за нас. Аллилуйя! Вас дайте ему хвалу, он достроит. Поздравляю! Вы все победители. Повернись к соседу и скажи, я победитель. Я победитель. Халлилуйя! И я хотел бы я хотел бы помолиться за вас. Вы еще что-то ждете? Все, пробовать закончилось. Все как положено, 40 минут и слава Господу. Хочу помолиться за вас, но особенно, пока сидите, мы потом встанем, особенно хочу помолиться за тех людей, которые впервые на подобном собрании, которые не принимали Иисуса Христа в свое сердце. Разница, знаете, в чем? Что спасение существует для всех. И до Юра спасено все человечество. Знаете, Иисус не умирал за церковь Ковчег только. Или за тебя только лично, хотя Он это сделал за тебя лично. Он умер за все человечество, за всех людей, живущих на земле. И даровал им спасение. Сказал, вам принадлежит спасение. Это как бы я сегодня раздал вам билеты на поезд, который едет в небесный Иерусалим. И всему человечеству там хватит места. И там классные проведники в виде пасторов церкви Ковчег, которых кормят хорошей едой. И там хорошие стюардессы, которые классные песни поют. И музыканты, которые опаздывают выходить пастору играть. там классно. Но билеты у вас лежат в кармане и вам решать. Прийти и сесть в этот поезд или посмотреть след уходящего поезда и помахать ему рукой. И самое интересное, что поезд до сих пор стоит на перроне, на парах, готовый тронуться и ждет пассажиров. Вот я рассказываю тебе сегодня и даю билет. Если хочешь сесть в этот поезд и поехать в спасение в небесный Иерусалим, и когда ты пересечешь черту, смерть станет орудием освобождения, и ты войдешь в славу своего отца. А некоторые останутся в неверии. Они будут говорить, они обманщики, и он обманщик. И знаете, что произойдет? Я сожалею, но они пойдут в гиену огненную, которая не была им уготовлена. Им туда не раздавали билеты. Эта гиенна огненная, она уготовлена дьяволу и его помощником. Но люди сами выбирают идти туда, а не сесть в поезд. Знаете, сегодня стою и просто благодарю Господу за то, что вот такая большая церковь сегодня здесь собралась. Спасибо вам за то, что вы позволяете вам служить. Спасибо Богу за то, что Он вас поднимает. И это огромная честь и привилегия быть вместе с вами рядом. Спасибо Сочи, спасибо церковь Ковчег. И я думаю, что это только начало. Халлилуйя. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ